В новостях сказали интересную новость. Фрау Меркель, канцлерой Великой Германии, самой сильной страны Европы, самой важной страны в Европе, пыталась говорить с президентом Белоруссии Лукашенко, а он сказал «не хочу». И отказался с ней говорить. И она пыталась несколько раз, а он ее несколько раз вежливо проигнорировал. Ну, потому что о чем? Потому что не о чем его говорить с ней сегодня. И что еще сказала фрау Меркель? Это тоже сейчас было в новостях минут назад. А не надо вмешиваться в происходящее в Белоруссии. И не собираются они вмешиваться. И я начал говорить, я говорил про урок истории. Вот та совершенно сумасшедшая, идиотская авантюра, которую сделал Саакашвилин, попытавшись двинуть свою армию в Осетию. Это не было результатом американской политики. Это было результатом безответственных действий американского дипломата, посла, которого он слушал больше, чем ему говорили из Вашингтона. Американцы не считали, то есть государство, Соединенные Штаты Америки, не считали, что ситуация созрела, и в этом положении надо пытаться ввести войско. Но посол Соединенных Штатов, как-то иногда бывает в Америке, он решил, что он умнее тех, которые сидят в Белом доме, и которые сидят в Вашингтоне. И он ему сказал, ты давай, начинай, а им выхода не будет, они тебя поддержат. Ну, тот сдуру поверил и полез. Какой урок из этого? Что очень часто решения, которые потом перерастают в дипломатические или политические, международные конфликты, принимают в такой великой стране, как Америка, или в Европе, мелкие чиновники, у которых есть возможность что-то говорить. Страна не так организована, чтобы это было недопустимо. А есть политические авантюристы, которые слушают то, что им удобно слушать. Но таким был Саакашвили. Вот такими же сегодня, вот такая же ситуация в Беларуси. Какие-то мелкие людишки, чиновники в Литве, в Польше, польские службы, литовские службы, украинские службы. Я не говорю, может быть, там немецкие, не знаю. Эти вот мелкие, ну вряд ли немцы более организованы. Вот эти мелкие, и решили погреть руки на том, что в Беларуси есть определенное количество людей, недовольных Лукашенко. Используя видимую, кажущуюся слабость, Лукашенко пригласит. И надеясь на то, что его намерение вилять, оно серьезно. Они заварили эту кашу. А теперь в Европе, в Соединенных Штатах ситуация такая. Помочь они ничем не могут. Вмешиваться они не могут. Это для них деструктивно. Поэтому они должны сохранить свое лицо. Изливаться словесным пометом. Поддерживать на словах эту так называемую несуществующую оппозицию. Еще раз повторяю. В Беларуси оппозиции нет. Есть недовольные. Но это не оппозиция. Считать их оппозицией неграмотно. Относиться к ним как к оппозиции неграмотно. Это сборище совершенно частных людей. Абсолютно не понимающих ничего. Ничего. Ни в политике, ни в чем. Они недовольны. И все. То же самое, как советская интеллигенция. В 91-м году она была недовольна советской властью. Чем в советской власти они не могли, члены раздельно выразить. Им хотелось другого. Получше. Ну, страну довели до того, чего она вели. Когда власть рухнула, не было никакой политической структуры в России, которая могла бы знать, что делать с государством. В отличие от 17-го года, когда рухнула царская власть, а потом временное правительство. Единственная партия, у которой была стройная программа что и как делать и способность это делать, это была партия большевиков. Они и взяли власть. Ну, не было такой ситуации в России в 91-м году. Во всем советском пространстве не было. Взял тот, кто ухвал. В России жулики и бандиты. И авантюристы. В Белоруссии до 94-го года тоже был авантюрист. Когда вдруг совершенно неожиданно для всех на законном основании Лукашенко стал президентом. Я помню, в эти дни был в Соединенных Штатах. Я на три дня до этого встречался с послом Белоруссии в Соединенных Штатах. Я с ним завел разговор о том, а что, какие будут выборы. И я спросил его, вот там у вас есть молодой какой-то довольно эффективный Лукашенко. Ну, он разве что не посмеялся. Да никаких шансов у него нет. Ну, но это была политическая группа. А сегодня кто? Инфантильная домохозяйка, которая, может быть, умеет жарить котлеты. Не знаю, не пробовал ее котлет. Она что хочет поджарить всю Белоруссию, так как она жарит котлеты. Она же больше ничего не умеет. То есть я бы не шел на поводу у всей этой истерики, которая раздувается на Западе, которая подогревается так же, я читаю всю российскую прессу, определенными журналистами или средствами информации в России, которые так ничего не поняли, что произошло в Афганске. Урок 90-го года их ничему не научил. 91-го. И они продолжают нести ту же самую чушь, которую они несли в 91-м году. О том, что народ хочет свободы и демократии. Народ хочет, чтобы у него все было и ему за это ничего не было. Это единственное, что хочет народ. Так что не надо не надо преувеличивать недовольство теми или иными людьми. Даже не кругами Белоруссии и Лукашенко не надо это считать оппозицией. Оппозиция это что-то другое. Оппозиции нет. Недовольство есть. Ну, хорошо. Так проблема перед тем, кто занимает пост президента страны, Лукашенко исправить свои прошлые ошибки. И советую с более разумным, более мудрым президентом предпринимать те шаги, которые выведут его страну из кризиса. А Россия в это не собирается вмешиваться. Пока еще не за чем. Помочь Советам да, помочь стране экономически да, но все попытки втянуть Россию в какой-то силовой участке. И все эти сказки про чеченцев в белорусском ОМОНе и про выдуманные компании вроде того, что пытались прицепить к 33 богатырям это украинская дешевая провокация. Больше кроме этого никакого вмешательства в России нет. Совет да, ну хорошо, посоветуйтесь, но не больше. Но советоваться Лукашенко почему-то смудрый фраорам Меркель не хочет. И правильно делает. Ничего хорошего Белоруссии от ее вечных врагов исторических на протяжении всей истории белорусского народа ему ждать ни от немцев, ни от поляков, ни от литонцев, ни штук. Единственное, кто относился всегда к белорусам как равным, а не как скоту. Это Россия. Вот для России, для русских, для всех граждан России белорусы никогда не были с тобой. Никто на них никогда смотрел без зрения. Белоруссия была в Советском Союзе. Яш, тебе не кажется, я просто смотрел на команду переговорщиков, ворвавшуюся внезапно, буквально с самого начала в этот процесс внутренний. Украина, Польша, Латвия, Литва, потом присоединилась Эстония. Слушай, у меня было ощущение восстановления Речи Посполитой и рядом с ней Эстляндия и Курлянде. Вот только Швеция еще ничего не сказала. Ну, они же, ты понимаешь, они живут в своих фантазиях. Они же фантазии. Ну, то, что Черчилль сказал о поляках в 45-м году, это абсолютно точно. Они абсолютные отморозки, ничего не понимают. Они мыслят, живут в иллюзорном мире, в котором есть Великая Польша и Великая Литва княжества и достойная Латвия. Латвия вообще никогда не была государством. Ну, да. До Октябрьской революции латыши не жили в Риге, их не пускали в город только в качестве рабочих, чернорабочих, как суетов. Ну, зато сегодня. В Риге жили немцы, евреи и русские. Ну, как и во всей Восточной Европе. А можно подумать, что поляков было много в Варшаве. А в Варшаве сколько было поляков? Да и в Киеве сколько было украинцев. Извини, я уж посмотрел статистику. Литва, Литва, современная Литва тоже государство. Современная Латвия, я же не говорю про Эстонию, а это что за недоразумение? Ну, вот они выступили в качестве мощной переговорной силой наладить отношения между... Ни одного из этих государств нет способности к независимому состоякному существованию. Ну, может, они хотят и Белоруссию придушить, чтобы и у нее ничего не было? Я уж не знаю. Польша хотела использовать Украину как сырьевой, как придаток рабочей силы и колонию. Белоруссия, это самая Литва, хочет также видеть Белоруссию. Больше ничего. Ну, и чем это кончится? Слушайте, ну, это же даже не безобразие. Об этом и собирался говорить. Я весь ухо. Ну, сейчас начнем, я об этом и поговорю. Просто понимаешь, в чем дело? Видна в том числе явная провокация. Совершенно непонятно, на что шла надежда. И тем не менее, она какая-то удивительно простодушная. Наивная. Наивная такая. Совершенно несерьезная. Абсолютно. Абсолютно. Так власть не свергают. То есть ситуации, когда у власти был бы, я не знаю, Горбачев, ну, предположим, он бы заплакал горько и ушел извиняться перед мировой общественностью. Лукашенко не Горбачев. Он даже не Янукович. Он не Янукович. Белоруссия не Украина. Самое глупое, что претензии, которые шли к Януковичу, на два порядка были серьезнее, чем то, что можно предъявить Лукашенко. А к Лукашенко какие претензии? В чем? Ну, не нравится он им. Согласен. Дальше что? Ну, Лукашенко сфальсифицировал выборы. Какие еще претензии от него? Какие претензии к Кузне Болченко? Давно правит. Ну, собственно говоря, все. Да, вопрос, хорошо правит или плохо. Разорилась страна, обнищала, потеряла на мировой карте или осталась к Лукашенко по этому поводу как раз на всем постсоветском пространстве? Ну, скорее, минимум претензий. Его государство самое успешное по сравнению со всеми остальными. В Беларуси нет ничего из тех отрицательных эффектов, которые были во всех постсоветских государствах. Причем, это не страна, у которой есть нефть, у которой есть газ. Это страна, в которой есть только одна вещь, промышленность. Промышленность, которая была построена Советским Союзом. Может, поэтому к нему и претензии, что промышленность сохранилась? И поэтому тоже? Может, ее надо, чтобы не было? Беларусская промышленность. Зачем? Промышленность должна быть Германии, Франции, Австрии. Кому нужна промышленность Беларуси? Действительно, что за безобразие? Она может быть, если это будут хозяева, немцы или даже поляки. Поляки, разорившие свою промышленность, уничтожившие ее, хотят теперь что, обладеть Беларусью? Или литовцы, которые уничтожили свою промышленность? Или латыши? Может, наоборот, чтобы ее не было, этого же достаточно. Зачем ей владеть? а пусть они будут учить белорусов, как заниматься своей экономикой? Ну, они думают, да. Почему нет? Вопрос состоит только в том, почему такое количество людей на это умудряется западать в той же Беларуси? Посмотри на этот комитет. А, посмотри, Женя, вспомни, Москва, 90-91 год. Ну, ведь мы уже были на этих граблях, но они что, этого не видят? они нет. Ай, а эфир-то подошел к концу, вот так мы всегда, в самый интересный момент, время и заканчивается. Огромное спасибо. Я же, я надеюсь, до следующей среды, может быть, будет поспокойнее. Спасибо, до свидания. С нами был Яков Кедми.